привет дорогие друзья и подписчики зоотроп снова с вами и сегодня как и обещали мы поговорим про дачу сандоната но вы скажете какой же сандоната ты стоишь возле высоцкого конечно вы знаете начиная ролик естественно надо попасть для того чтобы его отснять нужно попасть на территорию нынешней киностудии возле киностудии стоит памятник владимиру высоцкому естественно я не мог его обойти стороной и не было чтобы он не попал в ролик очень много о нем написано очень много о нем сказано любил одессу очень любил одессу много написано песни на интересных но вы сами все знаете высоцкий и то есть высоцкий этим все сказано ну а теперь давайте немножко взглянем сюда это наше здание киностудии но так было не всегда когда-то этот участок в 1893 году был приобретен и было построено вот это здание которое сейчас сзади меня мы сейчас с вами прогуляемся и очень шумно на улице я не знаю как будет со звуком нашел по брусчатке есть машины очень громко мы сейчас пройдем покажем фасад который выходит на трамвайные рельсы а после этого уже переместимся во внутрь киностудии и там более тихо поговорим про непосредственно имение сандоната и покажем его вам подробно так давайте прогуляемся сюда с подпиской лайк зоотроп работает для вас именно вот так в тени деревьев с облучивающейся штукатуркой с этой стороны со стороны французского бульвара скромно и изящно выглядит это самая вилла построенные в те далекие времена еленой петровной демидовой княгини сандоната а почему именно здесь а почему именно княгини сандоната давайте об этом поговорим уже внутри но сегодня больше не про историю сегодня конечно больше про здание про его сохранность про уникальность его фасада не побоюсь этого слова таких домов в принципе в одессе конечно больше нет очень интересный красивый фасад уникальный я еще раз повторюсь конечно мы не могли обойти его стороной вам не показать огромное спасибо ребятам с киностудии которые пошли на встречу и помогли организовать данные съемки и когда-то вот это был вход в усадьбу сандоната сейчас мы войдем во внутрь и с этих ворот в принципе и начнем смотрите а вот та сосна явно еще помнит саму княгиню и так идем во внутрь спасибо что вы с нами сказал нас любезно пустили на территорию мы находимся во внутреннем дворе этой красавицы усадьбы смотрите насколько было шумно снаружи на французском бульваре в нынешнее время и насколько тихо и приятно здесь поют птички мы находимся вот как раз возле тех самых семи сосен к сожалению одна уже засохла которую в свое время сажала сама елена сандоната смотрите какая красота я очень давно хотел вам показать эту усадьбу с разных ракурсов зная что на территория закрыта и сюда просто так не водят ни экскурсии сюда не попадают люди для того чтобы вы могли всю эту красоту увидеть своими глазами усадьба со всех сторон украшена всевозможными медальонами каждый медальон имеет конкретику видео такие вот лица фризы гербы давайте мы сейчас более подробно приблизим и покажем каждый из них многие конечно медальоны подписаны многие узнаваем и я наверное буду подписывать каждый внизу для того чтобы понимать кто это был там где известно чьи это скажем так бюст и точнее бюст и будут пробусти будет дальше интересная интересный рассказ скажем так и не какой интересный герб к сожалению состояние увы печальная но нам поведали сегодня интересную инсайдерскую информацию в этом году часть этой усадьбы будет отреставрирована это конечно не может не радовать конечно не самая красивая часть а скажем так боковая часть боковые фрагеля там где были конюшни вот здесь там где жила прислуга то есть вот это вот правая часть в ней будет кое-что интересное но об этом вы узнаете уже дальше когда киностудия это сделает и конечно всем нам покажет но пока мы показываем факт который налицо как говорится еще раз выражаю огромную благодарность ребятам которые нас это провели и конечно директору киностудии что дал разрешение на данные съемки данный показ а тут советское время была пристроена вот эта лестница не знаю хорошо это или плохо но я считаю что она здесь не должна была быть хотя наверное для какого-то какой-то эксплуатации она была нужно ведь и здесь медальон к сожалению был уничтожен вот этот лестница в аварийном состоянии мы по ней двигаемся весьма аккуратно тут тоже смотрите один из медальонов я почему хотел что поднялся знаю что он здесь есть хотел подойти вам его показать смотрите какая красота какая точно здесь мы можем подойти ближе это все мрамор белый мрамор поэтому такая хорошая сохранность за все эти года види как красиво выглядел этот дворик из окон это внутренний двор сейчас мы из него выйдем подойдем к тем воротам которые мы вам показывали снаружи вот там на французский бульвар и продолжим путь вокруг здания как бы снаружи на его стороны то есть сюда во двор попадали только избранные скажем так гости это не была общая доступность в то время при елене петровне эти сохранились оригинальные ступени с ограждением перильным ограждением знаете помимо того что мне было очень интересно показать посмотреть это вам ну посмотреть для себя показать скандал для вас меня еще очень сильно просил это сделать наш любимый эдуард ратушняк с которой вы знаете мы гуляем по одессе у него клуб краеведов фейсбуке как говорится свой и он очень много и делает для краеведения одессы и конечно поведывает всем нам самые интересные моменты поэтому я не мог говорится не выполнить его просьбу и не прийти сюда подробно не пройти не показать все как она выглядит на сегодня и запечатлеть это памяти истории на будущее снеге здесь такая вот ниша интересная явно в этой нише когда-то что-то стояла тоже но видите штукатурка уже советских времен многие нюансы многие моменты просто как съела но с другой стороны тогда хоть что-то было сделано и наверное благодаря этому тоже частично все это сохранила ведь здесь какие-то были судя по всему картины при входе причем они все разного размера виде три большие три маленькие прямоугольные здание постройки опять-таки частично кирпич частично ракушняк и вот те самые ворота которые были входные главными входными воротами сюда в усадьбу знаете я люблю каждый вид каждый момент приближать укрупнять и тоже без тина это осталось в памяти и наши дети внуки если даже не сохранится это здание как многие другие смогли посмотревшие видео подробно и вспомнить как оно было уникальная конечно постройка однозначно я рассказал в начале ролика и вот смотрите мы находимся возле тех самых ворот раз проезжает трамвай который мы вам показывали с улицем вот так выглядит это усадьба это имение отсюда тут гаражи все время киностудия построила сейчас создание нам уже поведали не на балансе киностудии на балансе союза кинематографистов украины и к сожалению всегда возникают сложности когда разные балансы на одной территории находится баланса держатель другой то возникают конечно сложности с ремонтами с доступами и со всем остальным деревья так вот растут зарастая все это этот фасад простой можно так сказать и тут тоже вот гаражи пристроены это как раз вот тот первый флигель который выходит на французский бульвар вот это он но ведь он более простой явно были конюшни явно были прислуги скажем так место обитая обитания все это тоже было нужно ну а теперь идем к самой красивой наверное части этой усадьбы к ее главному фасаду знаете когда говорим про сан-до-на-то конечно многие вспоминают не эту усадьбу а многие кто знает историю одессы кто знает красивая как и начинала создать катальпа кто знает историю одессы кто знает многие моменты знает что первый дом сан-до-на-то который когда елена петровна приехала в одессу был тот который находится на там где больница резника на улице бывший петра великого садовой вот недалеко от главпочтам по на углу такого красивое здание из ракушника вот это кто первое самое имение когда там стало скажем так ей тесно она захотела поближе к морю и вот это самая усадьба вот где мы состоим да откуда киностудия вам видно создание киностудии вот это все вот так вот под углом вот если смотрите на то здание немножко правее он как зигзагом уходила аж до самого моря полностью это был их участок где был большой парк мы с ним прогуляемся с фонтанами с конечно по нему можно было скакать на лошадях это было очень классно давайте ближе к всем крас красотам перейдем этого здания двигаемся мы от французского бульвара в сторону моря для того чтобы кто будет ориентироваться смотрите один из первых таких вот тоже кстати мраморных лиц это у нас рафаэлла рафаэль если быть правильным среди какая красота к точность передачи лица глаз всего что только вот волосы да насколько тонкая работа была художника и скульптора который это делал просто красотища и такие вот лица во всех 9 они вот маленькие круглы круги а есть еще вот такие вот большие круги вот здесь поставили какой-то то ли обогреватель что непонятно то ли ревун внутри громкоговоритель наверно вот тут есть такие вот тумбочки здесь когда-то были помимо этого еще бюстики как говорят в оккупацию во время второй мировой войны их отсюда вывозили просто мраморные белые бюстики тоже подписанные каждый уникальные именно уникальные следующий смотрите опять-таки мраморное лицо микельанджело за них какая точность прорисовки даже взгляд передается так приблизить близко просто красотища или что этот фасад наверное один из самых уникальных фасадов в одессе а может быть и не только в одессе может быть и даже в украине если мы смотрим дальше от входной главной арки видите здесь вот такой вот герб я не буду сейчас заниматься скажем так рассказами про чьи это гербы были но то что-то не гербсон доната это точно обшел выглядел немножко по-другому кому будет интересно есть очень подробная интересная статья у сережи котелка очень уважаемый мною публицист так как он уже стал все это выдавать писать и рассказывать и конечно историк искусствовед и он очень очень хорошо и интересно рассказывает про многие усадьбы и открывает многие скажем так завесы тайн поэтому очень советую посмотреть его сайт почитать и там есть подробно про каждый герб он и фотографировался не ошибаюсь наверное лет наверное 10-12 назад поэтому мы хотели именно сейчас как раз показать вам в каком она состоянии находится и как она увядает это конечно просто вот ну я не могу восхищаюсь я не не могу найти знаете слов чтобы выразить свое восхищение как это было сделано в те годы какая точность какая скрупулезность а самое главное я понимаю сколько на тот момент это стоило денег графини но опять таки бедная она конечно не было но такие вложения в дачу были весьма уникальны тут советское время пристроили вот этот убогий подвал и точнее вход в подвал подвал был а вот этот пристроили и я могу сказать что они точно также этим подвалом когда делали вход повредили фундамент и вот очень хорошо видно если все здание стоит ведь на нем практически нету таких трещин которые были бы смертельны для этого здания да по фасаду есть трещинки да есть какие-то мелкие нюансы но вот именно в месте этого подвала входа в подвал смотрите как вывалены окна видите какие пошли плохие очень плохие трещины одна вот старая четко как раз по над этим входа в подвал видно что она идет до самой крыши вот они разрушаются видите все скоро вот этот медальон тоже отпадет это вы узнаете кто кто читал дюма и смотрел конечно фильмы его кто может знать до отца нашего любимого дюка кардинал ришелье сильно очень классно очень красиво смотрим дальше мария медичи смотрите мы помимо того что сейчас снимаем и приближаем показаны вам мы еще в конце ролика ставим все фотографии которые делает наша виктория виктория тоже здесь с нами и конечно для вас старается все подробно показать отфотографировать для того чтобы вы тоже видели все моменты и нюансы и так двигаемся дальше с левой стороны от этой трещины следующий бюст точнее медальон я постоянно почему-то хочу называть бюстами видите бюсты вот то что были вот в каждой этой ниши вот очень ниш очень много ну и какая прорисовка какая красота друзья если у вас будет возможность в живую попасть сюда посмотреть это здание хотя бы одним глазочком как говорится очень вам рекомендую а вот тут за углом спрятался еще один интересный бюст он конечно не подписанный но он легко узнаваемый я думаю что каждый из вас тоже знает кто это так вот кто захочет попасть и посмотреть здесь на территории киностудии 18 то ли 17 18 не 18 19 мая будет проходить фестиваль уличной еды с разными конкурсами с разными интересными мероприятиями очень рекомендую прийти во-первых на фестиваль а второе конечно заодно прийти и посмотреть дачу сан-до-на-то это будет одна такая небольшая возможность на которую можно будет воспользоваться 32 в одном следующий это вот каждый у каждого глаза для приближающего что такое впечатление что реально это живой человек который на тебя смотрит насколько прорисованы все нюансы все моменты и все это же это мрамор тициан ну вот обидно опять-таки снять дерево лежит уже на крыше которая просто-напросто разрушает ту же самую крышу кстати себе да в центре города французский бульвар набережная как было бы красиво если здесь сделали туристическую локацию привести его в порядок и сделать сюда конечно пускай это будет платный вход в небольшую цену для поддержания опять-таки этого здания этого сооружения на его ремонт это было бы реально классно так давайте продолжим осмотр этих красивых подфронтонных лиц назовем их так правда солнышко не в нашу пользу видите мы ехали бы солнышко не было мы как раз думали что мы хорошо снимемся сейчас солнце нам в камеру немножко засвечивает видите вот в этом месте как раз то что я ставлю дерево и отсутствие водостоков всегда плохо сказываются на здании вот видите вот где дерево лежит накрывает есть тут сырость постоянно и вот как раз в этом месте смотрите оголилась первоначальная кладка видите как она выглядела оно все было из красного кирпича все эти арки и вся эта верхняя часть и вот оно обсыпается видите тут медальон тоже был но уже отпал следующий медальон вот он на многих медальонах уже конечно по обсыпались по отваливались скажем так имена тех кто это был но я живем благодаря сереже котелка мы восстановим на видео и вас на восстановленное видео их для вас и подписываем то это есть для того чтобы она осталась в памяти у вас и у нас вот конечно взгляд и прорисовка я просто вот не могу нарадоваться всей этой красоте и мастерству тех художников того времени вы знаете сейчас когда нужно сделать такую работу в основном используют станки чпу как делали тогда но я даже боюсь представить что это какие-то внеземные цивилизации прилетали и да и делали все это на специальных станках никак иначе макиявелли потому что просто ну вот вручную честно я не понимаю как ты знаешь если бы это была бы отливка какая-то да это сложно было бы а в мраморе вот так вырезать такие тонкости еще и не одну еще и в одном стиле чтобы это все было сделано для уникальное еще раз это уникальное строение уникальный особняк который к сожалению ну находится весьма плачевном состоянии я очень хочу чтобы тебя у киностудии все получилось и его таки привели полномерно в порядок я первый приду и буду показывать и аплодировать и говорится стоя да и аплодировать стоя этому человеку которого это получится как нам поведали сегодня опять-таки здесь на киностудии какое-то время назад хотели когда заказать проект реконструкции реставрации этого здания то только проект стоил больше трех миллионов гривен то абсурд целая куча научно-исследовательских институтов проектных организаций которые могли бы просто-напросто этот проект сделать в подарок городу для реставрации этого здания ну печально и как-то глупо скажем так интересное такое гуляют тут пришла идея то что есть студенты которые учатся на архитектурном взять и привезти сюда дать главную команду еще можно сказать так чтобы он все это говорил как надо куда надо студентам был бы опыт а вот тут вы были рабочие руки и было бы реально красиво кроме того сейчас есть факультет реставраторов даже реставраторов тем более жая движение дальше вы услышали мнение до молодого подрастающего поколения я считаю что очень правильная мысль тем более же правильно века сказала что есть архитекторы есть реставраторы нашей строительной академии в том числе очень много тех кто учится на бюджете да почему не воспользоваться этим и не сделать проект не за 3 миллиона гривен а киржу в помощь и самое главное бюджетная организация так продолжаем движение дальше видите на этой стене который выходит в парк сад мы сейчас то пройдем там дальше есть фонтанчик а здесь тоже очень огромное количество различных таких вот вкраплений смотрите снизу портреты их у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 а сверху гербы знаете в чем отличие видите вот там портреты вот те чуть выше и более тогда меньше между ними расстояние а вот эти два портрета чуть шире почему так и они ниже потому что вот здесь когда-то вот в этом месте вот вместо вот этой двери даже прослеживается вот заложили не совсем скажем так хорошо ногами была парадная дверь выхода как правда дверь выхода в сад и эта дверь как раз если мы посмотрим вот отсюда вот таким вот образом она вела как раз вот к тому самому фонтанчику ну фонтан и мы сейчас подойдем еще или давайте мы начнем с фонтана а потом подойдем уже про прогуляемся по всем портретам и по всем гербам смотрите вот те самые деревья которые тоже сохранились на них птички поют очень много сосен здесь реально красиво очень красиво интересно все это бывшее имение полностью сандоната вот как вот шел участок вот так вот и вот видите вот туда уходит вдаль там хоз постройки различные и она все уходила к морю очень красиво очень хорошо здесь можно было скакать на лошадях если было супер ведь а вот сохранился фонтан но к фонтану когда-то подойти точно вот как сейчас было нельзя вокруг фонтана этого была большая клумба вот клумба а гора как раз вот где вот сейчас растут вот эти вот кусты но это уже советская построю посадка скажем так если от скамейки видите сделали асфальтировку это все было клумба в которую через которую как бы фонтану подойти нельзя было здесь росли цветы и можно было наслаждаться этой красотой издалека смотрите здесь есть свежая табличка фонтан нарцисс мрамор 19 век италия открыт 1898 году реставрирован 2013 году при поддержке никитина ю в видите реставрацию сделали в тринадцатом году к сожалению сейчас печально но вот опять таки до привлечь тех же самый край студентов ну хотя бы чтобы вы убрали навели в нем порядок ну ну как то так как то печально и вот смотрите этот фонтан как раз стоит по фронту входа в бывшего входа или выхода в парк такая вот красотища но теперь давайте вернемся к самой усадьбе и продолжим так по исследования по фасаду смотрим теперь портреты которые как я сказал были возле входа выхода в парк опять эти белый мрамор да кстати как и было бы красиво их отмыть отполировать чтобы они аж сияли и сверкали просто красотища да это не нынешние стеклянные здания хотя конечно каждая архитектура может быть имеет право на существование и когда-то будут тоже говорить о как красиво построили как хорошо построили но я все-таки люблю эту архитектуру больше так вот сами для вас вокруг ним смотрите тут лицо младенца тоже герб опять-таки на смотри по гербам не все гербы насколько я помню статью сереже описаны в плане того чьи это гербы поэтому если вы знаете чей конкретно герб узнали или может быть знаете историю что еще интересно пишите на какой минуте видео гербы либо портрет либо какой-то нюанс и пишите что вы знаете по проект герб может быть про этот род чей был герб пишите конечно ваши пожелания пишите ваши от увиденного восприятия скажем так нам это очень очень важно и очень интересно не ну конечно если я удивляюсь этой прорисовки но вот не верю я что человек мог так сделать без без каких-то специальных инструментов просто каким-то долотом и молотком честно ну вот но не верю хотя я знаю что есть очень талантливые скульпторы есть очень виктор гюго видите есть очень интересные работы но все равно это очень сложно видите то есть мрамора гербы я не знаю хотя на это тоже судя по всему тоже белый мрамор поэтому они так хорошо сохранились просто они были в советское время то ли закрашены то ли забелены а как известно и звездка очень плохо влияет на мрамор и на ракушняк но вы знаете в этой красоте с поющими птичками наслаждаясь этим зданием можно ходить критин не видно надписи кто или отвалилась можно наслаждаться и ходить целый день гуляя еще раз напоминаю что будет фестиваль каждый кто придет на фестиваль имеет возможность прийти и полюбоваться этой красотой усадьбой сан доната да во всем мире где остались имение сан доната дворцы их ценят приводят в порядок это сумасшедшие туристические локации мекки туризма а у нас это умирающее здание закрытое на территории одесской государственной уже не знаю государственной или нет не буду врать одесской киностудии но киностудия здесь ни при чем на данный момент это конечно должна быть воля государства государственных отцов для того чтобы такие здания можно было привести в порядок до рассматривать можно здесь конечно целый день я и так стараюсь по быстренькому вам все показать для того чтобы этот ролик не получился сильно затянутым но я же я очень хочу вот каждую такую вот деталь высветить видео и показать я обязательно пишите ваше мнение нравится ли вам такие видео подробные или не стоит так заморачиваться было бы просто бегом как говорится пробежать показать да и было просто общее понятие кто знает еще подобные здания вот видите какая трещина нехорошая пошла от самой крыши вдоль герба и вниз через окно тоже здание просаживается кто знает здание с подобными может быть медальонами с подобными портретами особенно в Украине если вы знаете какие здания буду благодарен за локацию и обязательно тоже сниму про них видео действительно очень интересно показать максимально все видите какой красивый герб с лилиями с пеликаном и с тремя его детками про этот герб очень такая интересная история опять-таки кому интересно зайдите почитайтесь Сережа как раз ее хорошо описал да многие из вас просят чтобы я делал исторические какие-то справки ну друзья я еще раз вам говорю когда я могу я делаю какие-то включения короткие такие чтобы вас не утомлять опять-таки сильной историей но основная моя задача это показать на сегодняшний момент сохранившуюся красоту или то что от нее осталось для того чтобы вы могли и понимали насколько это красиво и хорошо еще вернулся сюда к этому фасаду который был лицевой помните тут я рассказывал про этот погреб потому что я увлекся рассказом про погреб и обошел вот этот герб еще я его не приблизил вам не показал поэтому обязательно вернулся чтобы тоже показать видите видите здесь тоже какая-то была мордочка которую забелили закрасили что-то было на самом гербе и конечно главная корона то есть герб царских особей и еще здесь что интересно вот тут внизу сейчас мы подойдем вот в этом углу очень красивая нижняя часть подоконная такая массивная как прямо резолит знаете самое печальное всегда смотреть когда вот стоишь возле такого здания да, которое умирает красивейшее вот видите вот то что я говорю смотрите вот здесь вот эта часть вот именно вот эта выступающая она продолжит заросла травой заросла плющом и скоро ее не будет видно но посмотрите какая она монументальная интересная так вот обидно всегда поворачивать голову вот так видите вот там дальше уже отрезан кусок и вон стоит одно здание высотное там вот второе здание высотное тут в советское время влепили вот эту высотку и все тот самый французский бульвар который был когда-то с этим пьением птиц просто-напросто умирает и исчезает еще осталось хотели несколько лет назад взять убрать брусчатку с французского бульвара расширить его на 4 полосы и все и считайте что французский бульвар умер окончательно со всеми своими дачами со всеми своими санаториями и со всей этой красотой к сожалению такая вот увы картина итак дорогие друзья я надеюсь вам с нами интересно мы показываем все максимально открыто и откровенно мы точно так же по этому зданию еще раз говорю мы очень хотим чтобы здесь сделали реставрацию восстановили его и это была городская гордость а не умирающий особняк за закрытыми воротами итак друзья еще раз напоминаю фестивали еды проходят вот здесь всегда на этой центральной площади поэтому вы приходя сюда вот можете прогуляться к этому фонтану посмотреть и прогуляться посмотреть саму усадьбу еще раз говорю очень вам рекомендую особенно сейчас на все распустится будет красиво видите самшита самшиты посъедала гусеница самшитов уже нет они уже все сухие но 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 очень красиво и интересно действительно выглядит эта усадьба так дорогие друзья спасибо что вы с нами спасибо что вы с зоотропом зоотропы его команда работают для вас еще раз огромное спасибо всем тем кто предоставил нам эту возможность сегодня здесь прогуляться и для вас отснять этот материал друзья еще конечно напоследок хочу показать все вы знаете в городе колесоотбойные тумбы тут тоже смотрите на углу была вот такая колесоотбойная тумба одна и вот такой вот металлический уже закопанный видите вот один здесь для того чтобы привязывать коней было при въезде с парка одна и вот этой стороны вот где стоит наша виктория вторая это чуть больше чуть выше сохранилась то уже закопали похоронили это еще есть это именно металлические ну друзья на этом точно будем заканчивать такая вот красота здесь поют птички наслаждаются природой и так приходите на фестиваль и смотрите наше видео зоотроп работает для вас вон и вон 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok